Четвертая неделя дистанционного обучения по фортепиано и вокалу дается так же нелегко, как и первая. Педагог музыкальной школы номер один и руководитель театра песни «Орешки» Ольга Орехова готовит со своими воспитанниками концертную программу ко Дню Победы. Теперь уже ясно, что выступление придется переносить, однако репетиции прерывать нельзя, юным музыкантам нужно осваивать курс. Обучение музыки онлайн – настоящее испытание для педагогов. Объяснять словами то, что нужно показывать и слышать вместе с учеником – задача непростая. Звук через мобильное устройство поступает искаженный, да и эмоциональный контакт затруднен, а это самое главное в искусстве. Учебная нагрузка для воспитанников немного снижена, а вот педагог выкладывается по полной и устает даже больше, чем раньше. Тяжело, конечно, потому что все-таки и зрение падает, и потом мы не только занимаемся, мы за компьютером сидим. Мы же все это приходится, все это оформлять, писать. То есть отчетность остается? Отчетность остается, и вы знаете, времени даже уходит больше. То есть выходного дня у нас нет. Максим Савушкин выходит на связь по WhatsApp в назначенное время. Ольга Борисовна сегодня предлагает ему занятия на выбор – фортепиано или вокал. Максим настроен петь. Начинают, как обычно, в классе с дыхательных упражнений. Теперь мы с тобой спокойненько делаем вдох, представим, что мы с тобой, там яйцо у нас, да, губки трубочкой, и просто мы с тобой выдыхаем вдох. Если индивидуальное обучение в режиме видеосвязи юные музыканты еще как-то могут воспринимать, то коллективное музицирование, ансамбль, приходится оставить до лучших времен. Звук от каждого участника поступает с задержкой и в плохом качестве. Аня, Ань, Аня, оставись. Аня, невозможно играть в такие пальцы. Первый, третий, второй. Нельзя взять третий, второй, первый в левый. Миф, одессоль. Ты играй, пальцы так не растут. Многие педагоги уже говорят, как хорошо, теперь можно заниматься онлайна постоянно. Что Вы скажете вообще про плюсы и минусы этого онлайна обучения, особенно в творческих профессиях? Нет, я считаю, что... Мне лично это не нравится. Нет контакта с детьми, нет контакта вот такого живого. Без этого нельзя. Так же, как живой инструмент, это и есть живой инструмент. А электронный, это не тот звук. Нет души. Онлайн обучение высветило и еще одну проблему в сфере музыкального образования. Мало у кого есть дома настоящая пианино. Вместо него, как правило, малогабаритные электронные инструменты. У детей разные инструменты. То есть настоящего фортепиано очень мало. В основном это электронные пианино и синтезаторы. Вот здесь, конечно, мы в шоке. Потому что добиться от электронного инструмента звука нельзя. Но у кого фортепиано, мы радуемся. Единственное, что, конечно, не у всех они настроены. Но здесь вспоминаем папу. Куда же денемся. Отец у Ольги Борисовны был знаменитым на всю область настройщиком и реставратором музыкальных инструментов. В честь Бориса Петровича Орехова театр песни получил название «Орешки». Как и мамы Ольги, Лидия Михайловна, он ребенком пережил войну. И гвоздевым номером программы, которую готовит сейчас Орешки, будет песня о детях войны. В домашних условиях Ольге Борисовне работается уютно. Рядом мама Лидия Михайловна рассматривает альбомы со старыми фотографиями. Но окончание периода изоляции все ждут с нетерпением. Хотя в большом родовом доме он переносится легче, чем в маленьких квартирах. Дмитрий Соколов, РВТВ